Я попросил бы, чтобы сегодня мы открыли книгу Даниил, пятая глава, я буду читать с первого стиха. Книга Даниил, пятая глава, я буду читать с первого стиха. Мы выслушаем стоя. Валтасар сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино. Вкусили на валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые на выходе Носр, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божьего в Иерусалиме, и пил из них царь и вельможа его, и жены его, и наложницы его. Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных и железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили, связи честы его ослабели, и колени его стали биться одно от другое. Сильно закричал царь, чтобы перевели обаятели, халдеевы, гадатели. Царь начал говорить и сказал мудрецам Вавилонским, «Кто прочитает написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве». Давайте пропустим, я прочитаю в конце следующие стихи, 22 стих, в конце главы. И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе. И ты, вельможи твои и жены твои и наложницы твои пили из них вино. И ты славил богов серебряных, золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют. А Бога, в руке которого дыхание твое, у которого все пути твои ты не прославил, за это послана от него кисть руки, и начертано это Писание. И вот, что начертано. Мене-мене текел упарсин. Вот и значение слов. Мене. Исчислил бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое и дано медианам и персам. Тогда, по повелению Валтасара, облекли Даниила по границу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит. И Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет. Присаживайтесь, братья и сестры. Итак, тема моей проповеди сегодня – пир во время чумы. Пир во время чумы. Господь давал мне возможность проповедовать серию проповедей с книги Даниил. Я бы назвал так «Жизненные уроки из жизни Даниила». Жизненные уроки из жизни Даниила. И сегодня мы в тот раз говорили о Новоходоносоре. Давайте немножко, может, повторим, чтобы нам понять контекст, в котором была написана пятая глава и что происходило. Вавилонское царство было самым сильным и достигло своего зенита, славы во время Новоходоносора. В истории этот человек его знают как Новоходоносор II. Во время его власти, это была глава четвертая, он достиг высшего, высшего славы и силы влияния во всем мире. Его царство было самым сильным, это была мировая империя. И мы видим, что Бог даже такого великого и сильного царя, владыку, мы думаем, сейчас цари сильные, но даже в то время Бог имел путь как смирить такого человека. Библия говорит им, что целый год он потерял рассудок, вел себя как животное. И потом, когда он прославил Бога, Бог возвратил его. И вот это была предыдущая глава. Пятая глава, мы встречаем уже другого царя, не Новоходоносора, а мы встречаем Валтасар царь. То есть другой царь. Что происходит? Примерно прошло 20 лет спустя. За это время поменялись цари, некоторые были цари только пару месяцев, некоторые пару лет в Вавилоне. Но после Новоходоносора II влияние и сила царства Вавилонского начало падать. Начало становиться все слабше и слабше. В это время всегда происходит так в истории. Если какая-то страна, какое-то царство теряет свою власть, то новое царство набирает эту власть. И очень часто даже есть такие книги, есть книга на эту тему, что каждый раз, когда идет перемена власти или мировое какое-то влияние, происходит война. И мы видим, здесь происходило то же самое. То есть во время того, как Вавилон начал падать и терять свое влияние, персы и миды, это другая империя, это люди, которые тоже рядом жили, начали набирать свое влияние и начали усиливаться и становиться сильнее. И вот мы видим, что... Ну что интересно, что в пятой главе, когда мы читаем о Валтасаре, что он устроил большой пир. Изучая историю, мы узнаем, что этот пир проходил во время того, когда уже персы подошли к Вавилону. Они уже набрали такое силу и такое влияние, что они готовы были завоевать самый сильный, самый защищенный город Вавилон. И вот, в принципе, уже здесь, как говорится, уже планировалось падение Вавилона. И когда враги со своим войском уже подошли и вокруг города окружили его, мы видим, что вот этот новый царь, Валтасар, мы мало знаем информации об этом царе. Что интересно, очень часто атеисты брали эту главу, пятую главу, говорили, ха, в Библии есть ошибки. Нигде в истории мы не находим Валтасара. Мы находим... Валтасар, скорее всего, был внук Наваходоносора. Скорее всего, внук. Мы находим об отце, что он царствовал, но о Валтасаре мы нигде не находим. Пока не нашли, как они называют, цилиндр Валтасара, где отец Валтасара говорит о том, прямо на этом цилиндре написано, что он отсутствовал от Вавилонов города, потому что было много повстаний, ему надо было с ними справляться, и в основном вместо его правил Валтасар. Вот почему, когда Валтасар вознаграждал Даниила, он говорил, я поставлю тебя не вторым, а третьим, потому что первый был его отец, его не было рядом, он был вместо отца, а третий был бы Даниил. Что интересно, я был в Англии, я был в Британии, я был в этом музее, и я видел этот цилиндр, где говорится о Валтасаре. То есть то, что раньше люди говорили, что в Библии есть ошибки, теперь история, археология показала, что нет. К чему я то говорю? Когда вы слышите, что вам говорят, что в Библии есть ошибки, что в Библии есть проблемы, что этого в истории нет, подождите немного, и все найдут. Подождите. То есть у Библии нет ошибок, и Слово Божие, оно богодухновенно. И когда Библия говорит о чем-то, она говорит правильно. И мы видим, что вот Валтасар, будучи, скорее всего, внуком Новохадоносора, имея огромное количество врагов вокруг него, которые подошли к его дому, к его городу, делает огромную, огромную вечеринку. Созывает тысячу своих людей, то есть это тысяч вельмож. Вы представляете, только одни вельможи, то есть какое-то было огромное царство, самые важные люди, самые правители, руководители. Тысячу человек, только их одно. Мы не говорим уже о всех других. Огромная вечеринка. И во время войны, во время нападения, во время, когда уже персы и меды подошли к его городу, он делает огромную, огромную вечеринку. Вопрос, why? Если бы я был на его месте, я бы собрал бы всех своих военных этих, адвайзерс, советников, и я бы планировал бы, что мне нужно сделать, как мне нужно защититься, как надо победить этих, это войско. И есть несколько, как таких предположений, почему я хочу посмотреть на это. Одно из предположений, скорее всего, и мы видим, читая дальше, в контексте, что Вавилон был очень сильно защищенный город. В то время это был самый защищенный город. Чтобы к нему добиться, чтобы к нему пройти, это было практически невозможным. У него были не просто огромные, большие стены, у него были двойные стены. Была внешняя стена, и сету пробили, была внутренняя стена, были башни, с которой лучники постоянно стреляли. Вокруг стен была проведена вода, взята с реки Ефра, то есть еще было водяное окружение. Чтобы пробиться в этот город, это практически было невозможным. И на то время это был самый сильно укрепленный город в истории человечества, скорее всего. Он был очень сильно. И если их даже окружили, они могли, есть разные исторические данные, некоторые говорят, два года могли спокойно себе жить и не тужить, потому что у них было достаточно всего внутри города. Он так был устроен, он так был укреплен. И вот, скорее всего, вот Валтасар, он делает вот эту вечеринку, чтобы показать, что, ребята, вы ничто и никто. То есть, у меня есть город, у меня есть стены, и мы вас не боимся. Мало того, даже если вы подошли к ням, даже если вы решили напасть на нас, у нас есть город, и мы вас не боимся. Мало того, мы сделаем самую большую вечеринку в городе, чтобы вы слышали через эти стены, как нам весело, и что мы вас не боимся. Может, это был такой вот шаг, как сказать, пренебрежения или вызова другому царю и другому войску. Конечно, когда ты на такой позиции, ты очень гордый человек, мы считаем, что Валтасар был очень гордым человеком, и может, вот эта его гордость была основана на вот этих стенах, он был очень сильно уверен в защите стен. Вы знаете, в нашей жизни тоже есть стены, на которые мы надеемся. Мы, может, не говорим, но мы надеемся на наше здоровье, мы надеемся на нашу работу, на деньги, на банки в счету, как мы уже сегодня слышали, мы надеемся на наш бизнес, и мы думаем, как Валтасар, что мы непобедимы, что нас захватить, чтобы нас, то есть, мы on top of the world, мы так думаем, но не всегда так бывает, дорогой друг, не всегда, потому что твои стены, на которые ты надеешься, и твоя стена не является Господь, а вот эти все человеческие факторы, рано или поздно ты увидишь трещину в этих стенах, рано или поздно ты увидишь, как эти стены не могут защитить тебя. Мы видим, что этот царь Валтасар, он сделал эту огромную вечеринку, но это полбеды. Написано, что ненормально насчет этой вечеринки было то, что он приглашил жен и наложниц, то есть, скорее всего, это был очень развращенный парень. Это не просто была вечеринка, это была развращенная вечеринка. И наложницы, и жены, и тысячи людей, то есть, это была развращенная вечеринка. Одно, когда, значит, это полбеды. Второе, он что решил сделать, он решил насмеяться над Богом Всевышним. То есть, он знал историю свою, он знал, что случилось с Новоходоносором, он знал, как Бог его смирил, он знал закон, который Новоходоносор потом написал, чтобы все уважали Бога Даниила, он это все знал. Но в разгаре этой вечеринки, в разгаре этой огромной пари, он говорит, вынесите сосуды из храма Иерусалимского. И вот, они вынесли эти сосуды, и вот, Валтасар, и вся его свита, и написано, и наложницы, и жены, все начали пить с этих сосудов. Мало того, что они начали пить, они начали пить, как давать тост своим богам. То есть, они этим показывали, вот, ваш бог никто, наши боги сильные, сильнее вашего бога, вот почему мы используем эти сосуды, и мы возводим славу нашим богам, потому что мы победили вас, и мы победили ваших богов. То есть, было такое, в какой-то степени, даже, богохульство, насмешки над богом, над его силой. И что интересно, что, когда вся вечеринка была в разгаре, бог молчал, и тут является бог. Вот, в жизни люди смеются над богом, смеются над верующими, насмехаются, унижают, и вечеринка продолжается в их жизни, но приходит время, когда эта вечеринка приостанавливается, по разным причинам. И мы видим, что бог явился, и перст начал писать на стене, и все видели это, и начал писать такие слова, и фразы, и символы, которые ни один мудрец не мог разгадать, что он там написано. И мы видим этот гордый царь, который сделал огромную вечеринку, чтобы как посмеяться над войском, которое хочет его завоевать. Написано, что его колени начали стучаться друг от друга. Вы представляете, какое видение он, наверное, увидел, что он увидел, на него произошло, было огромное впечатление. Написано, что он закричал и говорит, приведите мне всех мудрецов. Пришли все мудрецы, никто не мог ничего разгадать, никто ничего не мог понять, что написано. И потом написано, приходит царица, скорее всего, это была мать его, и говорит, что есть в царстве человек Даниил. На то время Даниил уже был более пожилой человек. И что интересно, цари меняются, власть меняется в стране от хороших финансовых состояния падения, а Даниил на своем месте, его никто не трогает. То есть, и он не продался, он свою веру не поменял на деньги, на какое-то место во власти. Он также служит Богу, он также в преклонных годах, он также верен Богу. И что интересно, она говорит, уесть Даниил, позовите его. Оно всегда так, братья и сестры. Когда люди без Бога веселятся, парись, когда все хорошо в жизни, верующие не нужны, Бог не нужен. Но как только начинает трагедия происходить в твоей жизни, как только ты начинаешь видеть вещи, которые тебе непонятны и страшны, ой, я знал когда-то тому со мной работал Дима, он верующий, ой, я знал там со мной работал Петя, он верующий, там со мной работала Маша, она верующая, или Даша, или еще кто-то. И мы вспоминаем, эти люди сразу вспоминают. Окей, у меня есть верующие люди, которые я знаю. Данил никому не был нужен, пока не произошла проблема. И оно всегда так. Над верующими смеяться, происходят вечеринки, грешат, говорят, вы не приходите к нам, вы такие скучные, вы такие глупые, вы такие недальновидкие, неразвитые. Но приходит трагедия в жизнь человека. Ты получил тот звонок, что у тебя есть болезнь, которую нельзя вылечить. Ты потерял ребенка, ты потерял здоровье, ты потерял работу. Начинается, вечеринка прекращается. И ты начинаешь думать, как мне решать эти проблемы, как мне с этой трагедией справляться. И тогда зовут Даниила. Так что, дорогие братья и сестры, не удивляйтесь, если над вами смеются, если вас не принимают, потому что вы верующий человек, если вас считают никем, потому что вы верующий человек, придет время, когда все начнут искать Даниила, придет время, когда люди, которые будут проходить через тяжелое состояние, они будут вас искать и будут вас спрашивать вопросы. Второе, я хотел бы взять с этого урока кое-что, я раньше не понимал, а теперь я больше начинаю понимать, почему в славянских народах, в культуре после похоронов делали поминки, и там пили, гуляли, в принципе, это же горе, а делают поминки, и там до драки даже доходило, люди пьяные, почему? Потому что люди часто через такие вечеринки стараются заглушить свою внутреннюю боль. То есть, когда ты верующий человек, ты идешь к Богу, ты открываешь свой, идешь в церковь, ты читаешь Слово Божие, как мы сегодня слышали, ты открываешь себя, к Богу идешь, а когда у тебя переживания, проблемы, трудности, и ты не принимаешь Бога, ты ищешь другие пути, и это вечеринки, алкоголь, наркотики, развлечения, женщины, и пошло-поехало. То есть, чтобы успокоить себя. Но я хочу сказать, дорогой друг, никакая вечеринка тебя не успокоит. Никакие люди ищут себе отношения. Вот, если бы у меня только был человек, с которым бы я встречался или встречалась, если бы у меня был близкий человек, я бы был намного сейчас... Никакие отношения, никакие вечеринки, никакие сабстенс, никакие карьеры не могут успокоить душу человека, как Бог. Только Бог является великим доктором, только Бог может успокоить твою душу. И может, ты сегодня не раз уже пытался или пыталась устраивать эти вечеринки в своей душе, в своей жизни, и оно не помогает. Старался как-то заглушить чем-то другим. И оно заглушается на время, заглушается. Но потом вот эта боль, вот эта печаль, sadness, вот эта уны, оно приходит опять в твою жизнь. Потому что ты не решаешь. И мне кажется, Валтасар тоже старался это делать в какой-то степени. Он понимал, что проблемы у него серьезные. И чтобы как-то отключиться от этих проблем или заглушить эту боль, он устроил эту великую, большую вечеринку. Но что интересно, что Бог является ему и говорит ему слово лично. Он, конечно, не может понять и он ищет человека, который мог бы ему объяснить. Часто Бог старается показать что-то неверующим людям, но им трудно понять. И они ищут верующих людей, которые бы могли им объяснить, понять больше, о Боге, что Бог делает в их жизни. И вот как важно нам в нашей жизни быть Даниилом, человеком, который может объяснить человеку, почему это случилось в твоей жизни, что ему нужно сделать, как ему надо прийти к Богу. И вот приходит Даниил, и царь, этот Валтасар, говорит, я сделаю тебя третьим в царстве, то есть вторым после меня. Это самая высокая позиция, самая, а все об этой позиции мечтают. То есть вторым, третьим после внука на выходе Носора, это, ну, дальше уже некуда. И смотрите, как отвечает Даниил, говорит, ну, все свои почести, говорит царь, ты оставь себя. Интересно, что не боится, то есть он так говорит с этим царем гордым, он говорит так с ним, говорит, ты оставь себе все эти почести. Говорит, вот то, что я тебе буду говорить, это не мое, это мне Бог дал. Говорит, это от Бога. Говорит, я тебе скажу, но почести все свои, говорит. То есть мы видим, почему Даниил не был коррумпированным, его нельзя было подкупить никакими должностями, никакими успехом, он боялся Бога. Где он находился? На высокой позиции. Я удивляюсь, мы читаем, четыре царя поменялись во время его карьеры, и все его хотели, чтобы он занимал самую высокую позицию. То есть разные цари, разные, уже разная империя идет, и все равно все хотят, чтобы Даниил был выше на высокой позиции. Почему? Потому что мать Валтасара говорит, потому что мы знаем, что в нем есть Дух Божий, в нем другой Дух. Я хочу сегодня спросить, дорогой друг, какой тебе сегодня Дух? Знают ли люди, что у нас есть Дух Божий? Как мы поступаем, как мы себя ведем, особенно на работе нашей? понимают, что у нас есть, мы не просто пришли заработать деньги, но что у нас есть другие принципы, по которым мы живем, другие законы, что мы не такие, как все. Или мы наоборот стараемся быть похожими на этот мир, быть похожими, как все. И вот Даниил приходит и говорит, что оставь все тебе, но я тебе скажу все значения твоего, то, что ты видел, этих слов. Интересно, что 22 стих, Даниил говорит ему мини-проповедь, в принципе, он говорит, ты что, забыл, что случилось с твоим отцом, Новоходоносором, дедушкой, ты что, забыл, что случилось с ним, и как Бог его смирил, и дальше в 22 стихе он говорит, и ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это. То есть, ты все знал, и ты не смирил свое сердце. Мы отвечаем за наши знания, братья и сестры. Бог, бывает, позволяет, чтобы у нас в родне случились, у нас в семье случилось горе какое-то, какой-то грех. Не то, чтобы Бог позволяет, человек падает в этот грех, и Бог показывает нам через это падение, что смотри, что случилось. И бывает, некоторые из нас пришли с неверующих семей, и мы покаялись и приняли Бога, и у нас верующая семья. Но мы знаем, что такое жизнь в неверующих семьях, и какая там жизнь. И вот что бывает обидно, что мы не учимся, как вот Валтасар. то есть ему говорит Даниил, ты знал все, что происходило, и ты не взял для себя урок. Ты не взял для себя урок. А интересно, что Новоходоносору Бог дал один год, чтобы покаяться. Целый год он был, ел траву и все остальное, пока он не покаялся. с Валтасаром в эту ночь приходит и убивает его. То есть у него не было этого года, у него не было этого времени. Почему? Потому что он говорит, ты все знал, ты понимал все, что ты делал. Часто мы думаем, что у нас есть время покаяться, что у нас есть время прийти к Богу, зная, что как живем мы, как мы поступаем. Но мы видим в жизни Валтасара, что в эту же самую ночь он был убит. И дальше Данил говорит, теперь я тебе скажу значение трех слов, которые были написаны или фраз, которые были написаны на стене. Первое, он говорит, первое, то, что менее, это означает, что Бог исчислил царство твое и положил конец ему. То есть Бог исчислил дней царство твое и положил конец ему. Знаете, я сейчас готовился к проповеди, так думал, читал разные комментарии, читал другие проповеди, а сам изучал эти стихи священные. Но я так думал, вау, мне уже скоро будет 42 года, я половину жизни своей прожил. То есть некоторые думают, вы говорите, ну ты еще молод, ты все другое. Но для себя, когда ты молод, когда тебе 18-20, ты думаешь, что ты можешь жить вечно. Но если Бог даст мне жизнь и здоровье, не придет за своей церковью, люди живут 70-80 лет, да? То есть в принципе половину жизни я уже прожил. И вопрос, какая это жизнь? Господи, угодно ли это жизнь тебе? Все ли я сделал для тебя, что я мог в своей жизни? То есть задумывайся мы в том, что у всех у нас есть число. Написано, что Бог знает число дней нашей жизни. Задумывайся мы о том, что наша жизнь идет к концу и что Бог тоже исчисляет. Вот почему Моисей говорит в Псалном, Господи, научи нас иметь сердце мудрее, чтобы мы могли приобрести сердце мудрее, чтобы мы могли исчислять дни наши. Для чего нам надо исчислять дни наши? Как мы их тратим? Как мы живем? И хотя мы видим, что Валтасар думал, что у него вся жизнь впереди и что он не подступил, к нему не подступиться, Бог исчислил его жизнь, Бог исчислил его царство. Я сегодня хочу сказать тебе, дорогой друг, что часы бьют в твоей жизни тоже. Ты думаешь, что ты будешь жить вечно? Ты думаешь, что у тебя всегда будет, как сейчас есть? Но твоя жизнь потихоньку кончается. Вопрос, какой ты жизнью живешь? Как ты ее тратишь? На что ты ее тратишь? Можешь ли ты посмотреть на свою жизнь и сказать, я прожил половину своей жизни, я благодарю Бога за это, я мог потрудиться, я мог жить для Него, я мог сделать то, что я мог сделать для Бога? Или ты смотришь и ты думаешь, я прожил половину жизни, и как мы поем на жатву, одна листва, ничего нету, все пустое, все ушло. То есть, и мы видим, что Бог исчислил дни. Второе, Он говорит, что ты был взвешен, Он говорит, и найден очень легким, про весы, то есть, Он говорит, что Бог взвесил тебя, и ты был очень легким, найден в глазах Божьих. Весы – это суд, это когда происходит суд, и очень часто люди, когда они думают о Боге, они тоже думают о весах. Ну, например, я помню, ну, больше, чем пару лет назад, не помню, когда это было, но мы делали эволюционное служение когда-то вместе с украинской церковью на Юнион-стрит, и ко мне подошел молодой парень, говорит, ну, я вижу, что он как не знает Бога, неверующий, он говорит, мне очень понравилось твоя проповедь, но я понял, что не то, что там я так красиво проповедовал, но что Дух Святой его коснулся. Он говорит, но я как с мусульманской бэкграунд, я бы хотел, чтобы ты встретился с моим мулой, с моим учителем, а ты бы хотел это сделать, побеседовать? Я говорю, я согласен со своим мулой только при одном условии, что у меня будет время, вы дадите мне пять, там, или сколько минут, где я могу вам четко и ясно рассказать, что такое христианство, суть христианства. И я тогда взял брата Виталика с собой, и мы встретились на Элм-стрит, там был ресторан в отеле, мы встретились с мулой, и вот он, он начал мне рассказывать о мусульманстве, потому что этот молодой человек хотел увидеть разницу, какая разница. И он рассказывал, я потом спрашиваю мулой, я говорю, ну я не понял, не пойму одной вещи, как человек может спастись мусульманству, можете, вот как человек получает спасение. Он говорит, ну Всевышний смотрит на твои дела, и если дела у тебя много, то хороших, то это. То есть я говорю, ну в принципе, это как вот весы, как вот математическая формула, если у тебя больше добрых дел перевешивают злых дел в твоей жизни, то ты получаешь спасение. Так? Он говорит, ну, он говорит, да, в принципе так. И вот такое мышление у людей, которые не понимают Бога и не знают Бога в мире, что если у меня весы и у меня больше добрых дел, чем моих грехов, то я имею в жизни спасение, я имею в жизни, тогда я могу идти к Богу на небо. Но это неправильно, это ложь. Слово Божье говорит, что когда мы приходим к Богу с нашими весами и на одной стороне наши грехи, никакие наши добрые дела не могут перевесить эти грехи. Никакие жертвы, не все, что мы делаем, не могут. Только одно жертва и праведность Иисуса Христа, только она может перевесить. То есть бывает вот такое даже мышление неправильно проникает в христианский крюль. Люди, которые не понимают Евангелие, никакие, никакие добрые дела не перевесят твой грех. Есть только одно Иисус Христос. И вот когда ты положишь Его праведность на жизнь своих весов, только тогда перейдет перевес. А все остальное Библия говорит, что наша праведность как запачканные одежды. И мы видим, что вот этот царь был свешен и он оказался легким, потому что он без Бога. И сегодня люди живут, у них жизнь очень легкая, бессмысленная, очень shallow, только вокруг себя, только вокруг каких-то своих интересов. И в жизни нету много веса, много значений. И только Иисус Христос, когда ты положишь на весы своей жизни, перевесит все твои грехи, очистит, обмоет, простит. Никакие добрые дела, никакие жертвы, никакие служения, только через то, что сделал Иисус Христос. Верующий в меня будет иметь жизнь вечную. А все вот эти мусульманские или математические формулы, или человеческие, они не приносят людям спасения. Только через верующий в меня будет иметь жизнь вечную. И мы видим, что этот царь, он не был с Богом. Он был легким. И в конце мы видим, что последний перес, который означает медианы и перцы, что он отдал свое, говорит Бог, что я отдал твое царство. И нам помните притчу, которую Иисус Христос сказал, что у одного человека был огромный урожай, он сломал житницы, потом построил новые житницы, больше, построил и туда, и туда, и говорит, теперь пей, веселись, душа моя. У него были прекрасные планы о будущем, но Бог говорит, сегодня я заберу твою душу. Мы можем планировать свое будущее, как хотим, красиво, очень красиво, но Бог придет, когда Он придет за нами. И все наши планы, то, что этот царь планировал себе, то, что он думал, они остановятся. Ты думаешь, что так вот все в твоей жизни. И вот самая большая проблема этого царя какая? Гордость. Гордость. Мы видим, что Данил говорит, что ты не смирил сердце твоего. Что такое гордость? Что такое гордость? Это гордость, вот Данил нам говорит, что такое гордость. А Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои ты не прославил. Гордость, это когда человек берет то, что он достиг в жизни, когда берет свою жизнь и говорит, это я. It's all me. Это я достиг. Это я добился этого. Вы знаете, что, какие самые неуверенные люди в жизни? Знаете, какие? Гордые люди. Обратите внимание. Почему? Потому что, если я знаю, мне Бог дал работу, как Даниил, Бог дал работу, и мне не надо по головам идти, потому что это от Бога, и Он заберет, если нужно будет. Мне надо быть просто верным и быть хорошим работником и правильно поступать, то я буду спать спокойно. Но если ты гордый человек и ты считаешь, что все, что в твоей жизни только от тебя, то ты не будешь спать спокойно. Ты будешь других ломать, ты будешь, потому что все зависит только от тебя. Все от тебя зависит. Но когда ты живешь жизнью и ты понимаешь, что в твоей жизни все зависит от Бога, тогда ты намного больше уверенней, тогда ты намного больше спокоен, потому что ты понимаешь, это от Бога. Бог дал мне работу, Бог дал мне здоровье, Бог дал мне семью, Бог дал мне служение, Бог дал мне. И он дает, и он забирает, и он опять дает, он Бог лучше знает. А то, что когда у нас гордость, как у Валтасара, который думает, я все достиг, все мое, то, конечно, мы ночами не будем спать, конечно, мы будем волноваться, потому что все зависит от нас. Так что есть большое благословение быть смиренным человеком. Когда ты имеешь смирение, ты доверяешь Богу. Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. И я хочу призвать сегодня нас, братья и сестры, чтобы у нас было это смирение, чтобы у нас не было гордости нашей жизни, чтобы мы не были, как этот Валтасар, чтобы мы брали уроки из своей жизни, может, даже не со своих близких, друзей, а даже Бог как-то с нами раньше работал и показывал, чтобы мы брали уроки со своей жизни, понимали, как Даниил, почему занимал высокое место в обществе, почему? Потому что он понимал, что все, что у него есть, это от Бога. И никакая лесть, никакие награды не могли взять его, потому что он говорит, а Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои, ты не прославил. Пусть Бог хранит нас от гордости Валтасара. Пусть мы всегда будем помнить, что все пути наши, все дыхание наше в руке Бога. Ему слава за это. Аминь. Аминь. Помолимся. Спасибо. Спасибо.